Бумажной волокиты стало гораздо меньше. Потенциальным родителям не нужно носить с собой кипы документов. За них это теперь будут делать органы опеки. Заявитель обращается по месту жительства районное управление, чтобы стать на учет как кандидат-усыновитель. Приносит лишь самые необходимые справки. Поправки, к слову, не распространяются на иностранных граждан. Здесь отмечаем, что он доносит медицинское заключение, потому что необходимо медзаключение, чтобы он сам проходил медосмотр. У самих же врачей справку с места жительства в составе семьи и характеристику с места работы, если он работает, либо же, если он не работает, если где он живет, тогда характеристику с места работы он должен донести. Остальные документы заявителя районное управление должны сами через Тундук запросить. Чтобы принять малыша с детского дома в свою семью с потенциальными родителями, ведется тщательная работа. После сдачи предусмотренных документов и с одобрением соответствующих госорганов дается месяц, чтобы ближе познакомиться с ребенком, получше узнать его и привыкнуть. Так они должны приходить в центр минимум 10 раз. Бывали случаи, когда детей все-таки возвращали в центр, говорят, в специализированном доме ребенка. По избежанию таких случаев здесь немаловажна работа и сотрудников детдома. За последние два года бывали такие случаи, когда забирали ребенка всего после третьей-четвертой встречи, а потом возвращали по причине того, что не смогли привыкнуть или ребенок оказался не таким, каким они представляли. Мы всегда советуем не принимать поспешных решений, ведь накануне судьба малыша. Если в течение трех месяцев ребенка, подлежащего усыновлению, не заберут кыргызстанцы, то на усыновление могут рассчитывать иностранные граждане. Подавляющее большинство желающих в нашей стране в основном берут опекунство над детьми в возрасте до 4 лет, без особых проблем со здоровьем. Чаще всего это девочки. Что бы я хотела сказать по поводу того, что как выбывают дети? Выбывают дети, отдаются своим биологическим родителям, предпочтение отдаётся биологическим родителям, то есть создаются более-менее нормальные условия жизни для проживания, проводится работа, определенная работа отделами по поддержке этих семей и возвращает детей в их семьи. В некоторых случаях, тяжелой жизненной ситуации, они тоже забирают своих детей, когда наступает период, когда могут они забрать. Чаще всего усыновляют детей, которые остались сиротами. Мамы и папы, которых лишены родительских прав, либо пропали без вести. На сегодня в базе Министерства труда и социального развития есть 265 таких детей различного возраста. Набралось уже 364 желающих усыновить их. Среди потенциальных родителей – граждане как нашей страны, так и иностранцы. В прошлом году, к примеру, усыновили более 700 девочек и мальчиков. Ожидается, что упрощение процедуры усыновления помогут большому количеству детей обрести новых родителей. Наргиза Нурмаметова, Нурдан Карабеков, «Пирамида».